Ровно пять лет назад «Волга» преподнесла одну из главных сенсаций розыгрыша Кубка России по футболу. Обыграв клуба первого дивизиона и чемпиона страны «Казанский Рубин», тверская команда впервые вышла в четвертьфинал национального турнира. В нынешнем сезоне руководство клуба также надеялось порадовать болельщиков кубковыми успехами и привести в Тверь команду как минимум в футбольной национальной лиге. У нас будет движение вперед, в этом нет сомнений. И все шло по плану. В первом раунде Кубка России «Волга» обыграла питерскую звезду, затем на своем поле со счетом 3-1 в дополнительное время разгромила «Витязь» из Подольска. До заветной цели оставался один шаг – 12 августа в 1.64 финала обыграть клуб «Подолье» из Подмосковья. Увы, этот матч решением профессиональной футбольной лиги был отменен в самый последний момент – за четыре часа до его начала. В Москве через две недели обнаружили, что «Волга» в игре с «Витязем» нарушила регламент соревнований. Если говорить, в чем оно выражалось, то, что в матче 1-128 финала «Волга» в «Витязь» в Подольск участвовал футболист, который не должен был участвовать, а должен был пропускать эту игру. Согласно регламенту бесценарного, санкция, полученная в Кубке, такого характера она переносится на следующий спортивный сезон. Речь о полузащитнике «Волги» Александре Курнаеве, который 31 августа прошлого года, выступая за Мурманский Север, получил красную карточку в Кубковой игре с Тосно. А виноваты в данном случае все – и футболист, который, по всей видимости, страдает абнезией, и тренерский штаб «Волги», и соответствующие сотрудники профессиональной футбольной лиги. Тем временем в Москве уже состояло заседание контрольно-дисциплинарного комитета. Одним из главных вопросов стало обсуждение санкций к Тверской «Волге». Вот такой подарок преподнес контрольный дисциплинарный комитет «Волги» к пятилетнему юбилею выхода восьмерку сильнейших кубковых команд страны. Тверской клуб завершил выступление в нынешнем розыгрыше этого национального турнира, не потерпев ни одного поражения на футбольном поле. Андрей Крылов, Илья Чичин, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ-Пилот.